всем привет вот увидел в продаже диод 638 нм 2.5 ватта 2500 мили ватт и решил прикупить так себе мало мне вот так выглядит давай фокусируйся вот так он выглядит диод защиты стоит то есть на нем стеклышко стоит то есть можно использовать в открытом состоянии но с холожением естественно вот так выглядит кристалл вот такая в общем-то красота так ну чё ж и вот я приобрел к нему также приобрел клиниматор так крупно выглядит сам тифон это реально задолбал его так вот так так сказать вентиляторов насколько здесь вольтов 120 вольт идет в комплекте сам теплоотвод клинимирующий диод такая фигня сюда наворачивается для красоты и что подавшим лишнего отражения не было сам телефон сам теплоотводящий модуль вот так он выглядит внутри то есть сюда ставится диод а сверху эта фигня заворачивается вот так как-то так ну чё ж сюда еду естественно линза конечно здесь для синего стоит вот так она закручена линза стоит для синего для синего лазер стоит потому что для красного я не нашел но для красного мы скрутим 638 нанометров пока что вот так выглядит линза я на для синего с высокой пропусками синего так вот чё ж накручиваем ее опять и откладываем тоже здесь булочки конечно в комплекте ну и прочая-прочая фигня приготовленный проводок для нашего лазерного диода и сейчас мы будем напаивать так по емкою включен и выдерживаем вот такая вот княжопа так чтобы особо его не дергать не тискать бывает такое так он как он будет ложиться сюда засовываем сюда вот эти проводки нафиг теплотвод ну чё ж идет сейчас воткнем вот фигню замур тщательно так как он кембрик блин еще подготовиться не подготовилась них она поймешь короче вот благо он здесь под руками мне казался привык вечно искать все нафиг да у меня поход болезнь такая на тему вечно все искать не могу подготовиться не хватит так ну чё ж берем плюс да у меня плюсти красота стеариновый довольно старый флюс ах это напоемник есть 1 залудили в принципе не знаю какой здесь плюс какой минус что здесь них она не подписана вроде много залудили думаю столько будет достаточно тестом кстати мерять не буду диод все равно вырос как защищен то есть он не сгорит от статчика и по старинке это будет у нас якобы минус а это якобы путь будет плюс там случится перемычка притрем ну чё ж на ту и на эту чтоб паялся полегче и начинаем так все бы ничего прошло успешно первый контакт мы припаяли еще были второе мне против прошла без . без задоринки теперь появим 2 вернись ну-ка замечательно так нам здесь намного припоя точнее припоя сама плюс налив точнее бог его попали будет вообще коллапс здесь что-то какая джопа ножка так сейчас давай немного попробуем исправить то ли флюс не хватило то ли еще что-то как-то припаялся не особо не особо хорошо а вот теперь самый то теперь самый то да напоминаю эта штука стоит почти 4 рубля с чем-то не знаю бушный или новый но вроде как новый написано ни разу не использованный только что с конвейером сделано в лучших традициях да 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 проверяйтесь кстати желательно бы много проверять чтобы ничего нафиг лишнего чтоб как говорится держалась наверняка просто и его еще допустим дед пруд появится выдирать его потом что-то не особо желание особо не возникает так ну чё ж на всех случаев еще пропадем тут контакт учетом как-то но не нравится вот теперь вроде бы идеально честно скажу не каждый день поешь такие дорогие вещи ну и вот телефон создал бабло реальный телефон фигни мать так ну чё ж надеваем кембрики и где-то у нас была наша любимая автогеновая зажигалка так она красивая такая она флюоресцентная и поехали особо увлекаться не стоит ну а вот в принципе пол дела сделано уже так что ж теперь приступаем к самому интересному берем теплопроводную пасту у меня вот в данном случае вот такая мне очень нравится термекс термакс называется так и чушь надо ее чем-то намазать зубочистку у меня нету и где-то надо найти отверху плоскую и маленькую плоскую отверху вот она еще и вторые пассатижи надо будет короче как же полный коллапс нафиг благо они где-то здесь рядом отновились так ну чё ж открываем пласту нам немного намазываем сам диод диод красный два с половиной ватта поэтому он нафиг за раз греется довольно существенно так сейчас я приближу он просто реально существенно греется чтобы он грелся хотя бы чуть-чуть поменьше точнее получше заводил тепло мы вон намазать теплопроводной пастой хотя вроде говорят то что это не обязательно да и в принципе чё там говорится в принципе китайцы не особо-то их мажут но я думаю лишним не будет так чё ж да опять слава паразиты чё ж зачем красавец встал как бы теперь вот эту фигню по бокам упорось как будто здесь и должно быть красотища короче медленно-медленно заворачиваем это чудо природы до провода особо не тянем вот так подтягиваем так а теперь короче чё мы сейчас сейчас я уберу сейчас возьму второй я не куда-то опять съеб 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 да да так что это хотя она нам пригодится аккуратненько берем и затягиваем таким вот макаром прокручивать не стараемся так вот затянули отлично так чтобы не налетел всякое говно ну в общем единство да кстати надо на всякий случай про твои пружину за хреначь пусть будет потому что фиг знает какая-нибудь шляпочка налетит нафиг то сразу говорю от синего нежелательно выставить то есть если вы забудьте будь опять при отражении в кристалл у меня лазерное излучение и ему и он может сгореть сразу не сто процентов прямо вот так сразу да а просто такие случаи у меня были лазеры от перетрожения сгорали так ну чё ж это мы собрали в курице все идеально все идеально намажем его и закрутим там вот дырочки и что-то нет одного этого самого булочка нифига нет хотя вот нашел гравитный булочек я нашел прикольный такой у нас что-то здесь не собстали баловать он нашел гравитный булочек стоять нафиг так чё ж фу блин сначала нет здесь резьба хотя может быть там еще есть один нифига нету не балует нас не балует а если сюда закрутишь тогда в принципе его обдувать нечем а линзу как-то надо закрутить туда то есть надо чтобы и отвод работал точнее теплотвод вот если сейчас туда вот так закрутишь придет как фокусировать сразу думать охлаждаться хоть чтобы и фокусировать можно и охлаждаться охлаждаться закрутим как он не должен быть так так что мы делаем дальше все подходит но есть одно но как менять линзу до сих пор не понятно поэтому ну то есть не хочется мне туда отверткой листья а хочется сначала сфокусировать его как мне надо а потом возможно переставить поэтому поэтому наверное сделаем пока вот так выпручем эту фигню оттуда нахер поставим в начало а вот так поставим тут у нас будет вверх пометить сразу кто-то вверх диода так вот черточки не помечаю обычно загоняем туда а здесь уже на водной пастой есть вы можно добротно намазать так сказать о душе штука не дешевая будет греться довольно сильно особенно вот эту часть лучше намазать его задницу намазываем здесь не жалеем короче домазала его за модуль такой красавец получился вставляем его сюда хорошо прям здесь где у нас вверх-то что-то я его неправильно вставил это у нас низ должен быть вверх у нас вот а так он сверх вот черточка так берем драйвер самое берем блок питания я так вот блок питания у меня есть от лазерного модуля который пришел как с алиэкспресс 12 вольт он подрубаем его так и включаем чтобы посмотреть хотя бы как он работает драйвер да че там что-то еле еле прямо закрутился вентилятор тут слабовато как-то закрутился там еле еле так ну чё ж берем какой-нибудь левый шнур данном случае вот такой у меня от лазерных модулей остались такие точнее тоталовским был чтобы я его просто обрезал вставляем туда где должен подключаться диод в данном случае вот сюда так подрубили так и берем обычный диод обычно не лазерные обычный красный диод aliexpress который заказывал может другой любого цвета так как мы не знаем какое здесь напряжение сейчас шапкается и как какая мощность выходит таким простым методом можно как говорится убедиться диод конечно может сгореть есть конечно здесь очень дохрена выходит так у нас минус здесь ничего не происходит вообще ничего не происходит попробуем поменять полярность вот так вот и тоже ничего не происходит так так и есть ничего не происходит откладываем его на хрен сторону и берем уже тестер то есть это мы резисторы вот эти они могут выкручены быть на всю ну то есть нулевое положение поставлены берем тестов и так черный к черному так синий красному у нас показывают 0 и вообще просто ничего не показывает теперь резистор где написано в рв вольта начинаем немного подкручивать то есть самое что хотя бы чуть нас появилась на тестере появился значок минуса это значит то что это там на черный здесь провод у меня он вовсе ни фига не черный он должен быть красным поэтому меняем полярность и вот вот так еще куда не шло значок минуса и сейчас но вот по-прежнему мало нам нужно 2 и 5 вольта как написано у китайцы на сайт на сайте 2 и 5 вольта 2 и 8 ампер откручиваем много крутим вот один появился он 2 2 до 10 9 но давай 5 вольта так чёшь будем на место что часто уже дело точно загорится идет диод то ведь 3 вольта так тестер конечно можно нет соединять особо то так так как у нас черный это плюс здесь какого хента доделали тестер вообще убираем нафиг тогда покажет то есть правда который от драйвера но конечно начало сейчас это вообще убираем просто подрубаем к диоду черный у нас плюс значит его к плюсу у меня это у вас вот диод слегка загорелся это уже начинает нравиться просто дают признаки жизни то есть 2 и 5 вольт мы выставили сейчас попробуем добавить ампер нам надо 2 и 8 ампера то есть если я вот этот резистор я кого откручу диод должен загореться ярче во много раз ярче по крайней я так думаю чтобы загореться дачка тотал замкнем посмотрим работа и начинаем на крушить сразу тестов пока не подключен вообще не подключен тестов поэтому он будет показали пока его можно убрать смотрим на диоды именно то есть начинаем накручивать его диод ярче не горит вообще теперь начинаем скручивать в другую сторону посмотрим будет ли меняться вообще яркость диода так как вольты у нас выставлены нам нужно выставлять ампера чтобы чтобы видно было че кручут на вот это резистор счет кручу идет по прежнему не прибавлять не прибавлять в яркости значит крутим дальше оп оп вообще погас то есть получается в ту сторону убавление получается в сторону нити атера попробуем немножко прибавить потихоньку начинаем прибавлять вот диод еле еле прямо загорелся то есть можно сделать он еле ты лел даже то есть сколько ампер мы не знаем сколько будет мы знаем то есть убираем диод значит если ампер мало вольтажа как и показано но теперь я еще хочу сказать я тут подумала самое то что будут блок питания которое я сейчас использую он сам 2 ампера оказывается на ну то есть хрэза друг другом действительно не справиться поэтому я решил поменять блок питания и взять вот такой от лазерного проектора такой лазер проектор big deeper на всех случаев ну мало чего я же его время от времени здесь подключаем его не опять берем диод цены если идет конечно будет ярче гореть то изначально конечно блок питания помощнее надо брать они вот такой я брал нет диод горит также прям как с тем блок питания так с этим то есть теперь можно уже смело подрубать лазерный модуль вытаскиваем эту штуку вообще отсюда и он нафиг уже положил куда вот так берем лазерный модуль диод уже в принципе не нужен так я вот здесь разрезал пока мой телефон здесь глюкнул чё там недостаточно был памяти у него и так понял и такая мова питания то есть а в за в разрыв вот этому лазерном модуле такая м тестер то есть тестер мы ставим на пределы измерения 10 ампер так это мы тоже перетыкаем на измерение 10 ампер и я начнется самое интересное провода сейчас подрубаем один конец красному то есть мы сейчас не будем не напряжение а силу току мере будем принц это есть напряжение так ну чё ж они желают нам охладеют подрубить но так как здесь мощность сейчас маленькая должна быть надо вот все лишнее убрать подальше но в кадр не убивался нафиг за расколочу все и врубаем лагер не горит и кстати я перепутал полярность а получается я перепутал полярность то есть надо вырубить и поменять эти провода местами либо может было на тестере переткнуть но я сделаю так вот мы включили все лазерный диод не горит просто не горит начинаем прибавлять мощность напряжение то мы знаем сколько уже у нас то есть тестер по-прежнему укажет 0 мы крутим крутим по-прежнему кажется 0 хотя диод обычный диод он по такой настройке уже ты делал то есть если это ампераж то есть может подкрутить немного вольтаж вот подкручиваем вольтаж тогда можем сейчас я выкручу вот этот на всю в ту сторону в сторону увеличения и будем уже регулировать вот этим резистором там же если а вот мальчик сгорелся это немного крутанул прям немного вообще вот если он назад убрать он погаснет они 3 3 3 давай вот так оставим пусть леет накручиваем нам надо 2 и 8 ампером крутим 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 у нас ничего не меняется вообще ничего то есть докрутили мы до конца диод еле треет теперь будем потихоньку подкручиваем вот этот и то есть если здесь появится ампераж какой то мы будем пытаться его установить уже вот я сейчас начал прибавлять диод начал разгораться вот я прибавляю уже еще может так сказать 1 ампера даже нету а уже не вот начал светится вот 0,8 ампера и прибавляем чтобы хотя бы 2 было тени и 2 и 5 оставим не давай 8 давай 5 ампера 2 с половиной вот уже появился луч кстати да 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 уже уже кстати начал ярко светить я вам покажу появились такие три точки уже направленный прожектор сверху который вот 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 его дифракционное пятно то есть там три многомодовых площадки так ладно продолжаем прибавлять до 2 с половиной ампер 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 так там на 2 и 8 мы вот оставим 2 и 5 ладно вот 2 и 6 ампера но кстати модуль стал греться уже не помешает конечно врубить охлаждение точнее попробовать его врубить вот я врубил охлаждение модуль кстати стал существенным греться довольно таки то есть 2 и 62 ампера мы выставили то есть теперь надо попробовать изменить какой здесь сколько здесь вольт теперь идет накрутив нет резистор выключаем все это дело уже больше ничего не трогаем скручиваем провода вместе уже прямо как он должен работать и и когда мы в следующий раз его подключим поставим пока вот сюда его нам уже надо выставить ну точнее мы уже будем знать сколько вольт сколько ампер он питается то есть опять подрубаем тестер это ставим назад то есть опять на 20 вольт черный черный это у меня здесь плюс на этом проводе поэтому а красный это у меня есть минус имеется вот на этом на этом шнуре не на лазере на лазере все правильно так ну чё ж включаем розетку и сможем сколько здесь то есть мы накрутили до 3 37 вольта то есть он работал то есть 2 и 6 ампер с чем-то и 3 и 75 вольта попробуем выравнивать до двух с половиной вот этим резистором все таки там так написано мы верующие верим китайцам нашим все таки как за такую цену 2,5 вата наверное моя мечта детства была то есть его вот в ту сторону крутишь и нифига ничего не меняется вроде я опять что-нибудь не подцепил да нет вроде что подцепил то есть вот крутишь назад ничего вообще не меняется полный ноль крутим, крутим, крутим то есть крутим в сторону убавления вот что-то изменилось 0 и 53 там какие-то нам надо 2,5 1 1 2 2 2 и 3 на 4 вставляем ровно 2,5 вольта как написано у нашего друга на китайце да если конечно циферка будет прыгать будет естественно прыгать мощность самого излучателя конечно она незначительная глазом вы ее не увидите сразу как я говорю но стабильность здесь конечно превыше всего вот хрен с ним быстрее 2,5 какой-то там один хрен с ним 1 сотый какой-то вот зараза конечно нет это не критично сразу говорю это не критично можно и 2,6 выставить вот так оставим что ж теперь опять врубаем что-то сам так и будет тикать зараза и теперь мы включаем лазерный диод все уже лазерный модуль не лазерный диод ну что ж должно быть все можно так сказать забубенно рубаем ни хрена нету сразу говорю вообще ни хрена нету он где-то там тлит нафиг где-то там далеко очень не то есть просто ни хрена то есть попробуем поливать этот резистор амперы мы уже трогать не будем мы их выставили нафиг нам их хотя вольта мы тоже выставили точнее что мы здесь выставили да вольта на этом мы вольт выставили получается уже на этом тогда ампераж на этом тогда вольтаж уже то есть подкручиваем вольтаж то есть получается мы уже за свой предел уйдем который выставляли так долго вот он начинает сгораться то есть я уже кручу довольно таки много но он что-то не особо спешит ярко гореть вот вот сейчас он начал уже гореть поярче уже вот появляется луч у него ну прям не желательно конечно давайте я покажу вот вот уже у него появляется лучик вот так оно вам лучше будет видно то есть ампераж ему выставили получается мы накручиваем вольтаж уже 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 точка становится уже более яркой вот я покажу какая здесь точка уже с каждым оборотом она становится все более яркой и не только здесь линии линии трех площадок многомодовых многомодовых это я накручиваю трезистор Links у змеи никаких не вижу греет даже уже жжет если направить на бороду на подбородок точнее уже даже жжет немного но это совсем не было вот резитор этот выкрутил до конца вообще до конца его выкрутил вот этот и чё ж смотрим как вообще все это дело работает вот так вот такая точка тройная сразу светится ярко кстати модуль стал очень довольно сильно греться поэтому лучше его конечно наклаждение выставить таких экспериментов можно конечно попробую накрутить резистор поменьше то есть убавиться я но я сейчас так свет все на тем сразу же светится он уже красным ну то есть не как 700 меня вода а уже бой более луч и сама . бой красна чем 650 на метров напоминает так сейчас я возьму возьму телефон и покажу как сразу дымите ничем не буду то есть сама дыму лучом не смогу показать просто-напросто не хоть них у них у них хочется ничем дышать вот такой фонарик такой красивый фонарик яркий да как звезда сейчас скажу но фонарик вот его дифракционное пятно такое тройное точки точки греют сразу говорю кстати лицо представляешь приятно очень очень приятно такой теплый теплые такие лучи конечно как-нибудь я сниму видео честно говоря мне очень лень очень лень просто очень лень как из полоски сделать точку да действительно раскошелюсь и сниму это видео для тех ну кто все-таки мечтает это сделать так сказать потому что линзы довольно недешево стоит сделать преобразовать полоску в точку но я все-таки как-нибудь попробую снять это видео это также будет применим к синим и другим у которых есть дифракционным пятном полоской да конечно скорее всего будь не один вариант скорее всего будет два будь чего скорее на зеркалах но это все есть действительно я соберусь это делать так ну чё ж скажу всем пока кстати сам модуль освещает комнату довольно хорошо подойдет для подсветки запросто подойдет запросто подойдет для подсветки только конечно не знаю где конечно с такой же полоской синий синий зеленые те но синить найдешь но там но я не вижу таких синих где вот тоже три площадки будут чё всем пока точно всем пока